всем привет сегодня будет маленький jobbers в течение дня если задачки накидают мы туда добавим видосики stream jobbers я так назвал первую серию и будем теперь снимать в этом режиме свою работу ну постараюсь по крайней мере снимать потому что данный компьютер на моей даче не сильно мощный для того чтобы делать одновременно захват видео в 4к экране и соответственно делать серьезную работу по по рендерингу слушайте ну 3d моделирование в принципе потянет не знаю просто не хочется растягивать длинные ролики большие хотя в принципе это стрим вот но необычным планом записан не сразу в интернет потому что тут не сильно высокая скорость интернета вот тем не менее общем будем делать сегодняшние задачи их немного всего 4 4 штуки по задачнику и соответственно их надо разместить так помощник я так понимаю завершая задача а ну 30 штук 19 уже сделал ладец так открываем у нас всего четыре задачи классические разместить сертификат в контакте в день и в инсте и в теле тайп телеграме короче вот задачи простые в принципе особых умений не требует но тот классический подход который я делаю принципе можете тоже перенимать и использовать своей работе открываем эту задачу я сюда уже вложил этот сертификат для того чтобы его собственно скачать так мы его значит открываем мы его качаем сохранить эти сертификаты кстати они не такие были это я хуже как-то делал и на заднем плане видите есть логотип но это зашло короче даже по моему формат в компании в чем в этой в которой ну с которой работаю чем им понравилось то есть такой логотип на заднем фоне ну круто смотрится серьезно так сейчас я открою задачник уже не нужен потом просто будем отмечать там то что сделали и давайте приступим к сертификатам откроем его сначала посмотрим что там так здесь у нас в принципе я бы сказал что документ неплохо можно было бы так его разместить да конечно тут вот есть какие-то полосочки внешние да вот эти внутри какие-то полосочки да и соответственно почему бы не причесать правильно давайте это все откроем фотошопе и там быстренько уберем все эти ненужности кстати я бы мог вам сейчас продемонстрировать искусственный интеллект там классные инструмента по вот такому вот потому что я сейчас буду делать там это в автоматизированном варианте работает и те кто вообще никогда не в жизни не работал с фотошопом там с таким грозит графическим дизайнерским программами блин могло бы быть полезно на самом деле и соответственно можно было бы пользоваться единственное у меня нет сейчас там платного тарифа и те фотографии которые я буду туда закидывать они будут соответственно очень маленького качества то есть они адрес отрезаться будут и соответственно очень маленького качества следовательно давайте я вам сегодня покажу пока что фотошоп а потом уже в дальнейшем стараюсь расшарить на платный доступ я вообще люблю покупать платный доступ раньше это не делал халявку какой-то в интернете искал сейчас тоже еще конечно вру то что не пользуюсь но тем не менее есть понимание что люди разрабатывают хороший продукт только тогда когда они получают за это деньги соответственно не могут просто так класс программистов сидеть и разрабатывать интересный крутой инструмент который будет отвечать функционалу такому серьезному для работы не получать деньги правильно нужны какие-то средства для разработки инструмента вот а то что вот вы пользуете в интернете ну ладно старентов мы сливаем обычно те программы которым у нас нет доступа или в данный момент программа слишком дорогостоящее а нам надо сделать или научиться или что-то такое в этом родина вот сам грешил сам скачивал сам брал и соответственно пользовался но если я уверен что этот инструмент хороший если мне этот инструмент уже приносит деньги я понимаю что я зарабатываю ну как бы почему не взять нормальный полноценный инструмент с обновлениями со всеми там фишками плюшками плагинами дополнительным и так далее то есть я считаю что это нормально нужно помогать программистам компаниям развиваться если это хороший инструмент этот инструмент ваша работа представьте что это ваш лопаты вы и затачиваете и ну чтобы нормально копать нужна хорошая острая лопата чтобы вам так не напрягать спину вот может быть не удачный пример но тем не менее кто копал знает так глоточка сделаю с утра еще не проснулась горло для долгого разговора и так на чем остановились на том что у нас есть инструменты которые сильно помогают в работе и эти инструменты надо использовать не надо игнорировать хорошие программы так давайте здесь они будущем это убирать пусть эта рамка останется там копируется буква а вот так вот тыкать поселение те это дисбаланс так давайте еще здесь подотрем просто не будем их вытаскивать прям все документы до чисто я думаю что нет такого смысла нет такой задачи если бы это надо было создавать или печатать какой-то серьезный документ на бумажном носителе да там надо подготавливать конкретно уже документ здесь это является всего лишь картинкой для соцсети ну так более-менее вид что было незаметно всяких вот этих вот артефактов ну все вроде вид нормальный то есть мы имеем более-менее такой чистый лист но сохраняем он сохранился в том же самом деприк файля закрываем photoshop и собственно собственно что нам надо сделать нам надо сделать копию этого файла для инсты так давайте вытащу 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 свои папки так вот еще мне просто два экрана я работаю на двух экранах и не хочется переходить туда-сюда давайте ладно не буду не это сама здесь сделал я просто буду говорить что я делаю ну дублировать все умеют файлы копировать или дублировать я извиняюсь перед тем товарищами кто не работает на маке я не работаю на винде вот все до 2011 года я на винде работал и за можно так сказать 11 лет она мне вот просто вообще жизнь я не очень хорошо разбирался устанавливал переустанавливал там изменял патчи пресеты всякие там у меня просто супер навороченный винда была но мне заражал тот факт что нам постоянно крикалась на синий экран когда что-то серьезное делаешь уже там приготовился да и у тебя бах и все до виндой пользуется больше людей скорее всего хотя сейчас последнее время на мак очень много людей мне как дизайнеру маг просто заходит офигенно вот да это может быть показаться дорого как люди некоторые говорят но я не в игры играю я не занимаюсь там это ерундой не тратить свою жизнь на игры я лучше лишний раз посижу пару моделей начерчу пять десять тысяч заработаю так что имейте ввиду что хорошая техника на работы должна вас стабильно без сбоев так далее то есть к ней я отношу макинтоши опять же iMac у них экрана хорошие попробуйте мне сейчас скажите что у вас есть монитор который отвечает всем требованиям безопасности для ваших глаз если вы будете по 10 часов в день сидеть работать я думаю что у вас будет провал в этом то я знаю парочку производителей но они как раз те кто изготавливает матрицы для apple вот и мониторить и стоит под 500 к представляете на вот в общем смотрите сами ваше дело работать в любых программах я не настаиваю я просто говорю то что мне удобно и так для инсты мы делаем прямоугольничек и давайте сегодня все таки сделаем не так сейчас я закрою контур команд до боли сначала мы откроем программу ахахаха сейчас не смогу открыть у меня снегит пишет видео а я там делаю тень тень делаем жалко как очень хорошая программа и там вот прям идеально это можно сделать ну ладно ничего страшного без тени тоже можно чем я могу могу конечно тошопе нарисовать не хочется сейчас возиться долго затягивать ролик там идти не рисовать так далее хотя в принципе если сейчас давайте так сделаем вот рамку расширим побольше создадим и соответственно просто функцию наложим на background а стоп нам нужно тогда сначала сделать снять загриппоз и теперь можно делать background и соответственно у нас добавится прозрачный фон и мы тут можем сделать небольшую такую функцию рамочку и вообще его так и так 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 я не вижу видите но видимо картинка очень большая поэтому нужно скорее всего где-то так distance сайт давайте сделаем там допустим 25 я с утра плохо вижу что вы не обращать внимание так стоп а то мне он еще может быть не обрезал поэтому тык тык что такое вот инструмент меняем тень добавилась то куда она добавилась он добавил на внешние рамки на так стоп там за это 5 костяк чуть чего-то куда-то хотя в принципе все правильно было ладно давайте еще раз повторим еще раз вот это вот кстати через общего а так у вас это наверное alt я захватываю он тянет во все стороны то есть одновременно то есть вы ставите обрезаете ok вот что надо делать был инструмент поменять опять вообще он сюда чтобы на весь экран чуть-чуть уменьшить скролл не уменьшается ладно бог с ним сам видно и теперь у нас на слой делается эта функция она есть там слабенькая такая ну блин тут на глаз сильно не увидеть почему потому что она ну кстати 35 процентов давайте увеличим сейчас вот видите там стене есть такая появляется на сто процентов она кончена будет совсем я не люблю темность черной тени не привык кто-нибудь заходил на сайт apple увидел как там красиво все гармонично оттенки переходы соотношение цветов света там ну короче дизайнера там работают круто у меня глаз так уже тоже набился я примерно я люблю легкие такие оттенки не жирные тени там вот это все нужно слишком перегружает глаза вот этот контраст контраст нужны в деталях то есть когда вы хотите именно придать маленьким каким-то элементам какую-то там сочность небольшую на а в основном такие легкие лайтовые тенюшечки они вообще классно смотрятся ну опять же если у вас как забы по-английски плоский стиль да есть плоский стиль без тени не надо там больше использовать какие-то элементы теней это некрасиво делайте все в одном стиле никогда не используйте вот это вот смешение жесткая это некрасиво опять же на вкус и цвет товарищей нет окей жмем так у нас здесь теперь сейчас есть тень мы не будем плодить файлы мастеранг потом удалим поэтому я делаю что я делаю закреп и сохраняя он мне предлагает сохранить файл еще руб я ему мужу мне нужно пинджи и соответственно кидаю в папку загрузки на прозрачном фоне только единственная косяка на то что прозрачным белый не ничего нормально сохранился так сохранился 12 с половиной мегабайт мама 344 3 3044 на 3044 ну в принципе ладно мы его сейчас подрежем да нам все равно подрезать и накладывать на него еще дополнительную рамку с пресетом логотипа в углу у меня просто стилистика в инсте как раз такого такого типа ну раз полгода она меняется так для этих для этого накладывания мы используем программу фауру былк и соответственно здесь у меня уже есть пресет для инста инстаграм из спи ну короче пока это так выглядит вот я беру просто туда закидываю картиночку пинджи это она добавляет уже суда рамочку добавляет сюда уже полупрозрачные надписи не важно что не видно это так надо короче просто доступ долго не объяснять что здесь в этой программе мы делаем у нас есть здесь настройки разные на и мы здесь используем только две настройки это вот рамок и вы союз соответственно выставляем здесь with it it то есть ширину и высоту ограничения по 1500 пикселей наш картинка который имеет там квадратные размеры она подрезается под этот размер дам и ставим это собственно вот это вот яркость этого 50 конечно тоже много сделал 75 на 75 ништяк будет 75 и так этому это не ограничение это сам watermark нам и вот вот это вот сайс она как раз вот так и режет картинка она не режет и она ее квадрачивает под этот размер по ширине по ну короче вот допустим если она вытянута он по ширине сделать равно 1500 и общем это не резко это уменьшение до границ этого размера и соответственно сверху лепит watermark вот это да мы подгадываем примерно эти размера ну в общем несложные настройки то есть кому интересно можно там подробнее просто прям взять и создать пресет пишите подскажу помогу единственное только ребят эта программа существует только для маков на квест извиня извиняюсь у кого для винды такой нету хотя наверное там какие-то свои есть я вам честно скажу для маков больше программ дизайнерских крутых вот так вот что-то пошло так окей далее мы нажимаем старт и у нас в ту же папку где лежит оригинальный файл создается папка кстати сейв присед создается папочка и мы там видим файл чем watermark under size создалось вот мы просмотрим все готов файл мы все отложили пусть он теперь здесь лежит и пока что вернемся к первому варианту вот к этому файлу которым обрабатывали по их смотрим на 4 мегабайта в принципе для соцсети поглотят так это у нас была копия копия мы делали для того чтобы создать а можно было не делать копии давайте удалим она не нужна так у нас осталось всего получается вот этот файл квадратный просто тоже не нужен правильно поработали поработали с ними удалили я ничего не сохраняю сейчас последнее время мне создать это быстрее чем это хранить на компьютере потом лазить по этим папкам искать и мне проще взять оригинал хлоп-хоп и в дамках короче так сертификация ответствия два файла есть для разных соцсетей теперь переходим к соцсетям у нас у меня выведены отдельные кстати кто знает что в яндекс браузере можно делать такие вот кнопочки приложения отдельных отдельные приложения как ну то есть вот вконтакте открываем у меня как отдельный вконтакте приложения то есть это это яндекс яндекс браузера то есть он создает некое приложение которое тебя открывает только ну как бы обложку и сайта делает в общем вот ребята догадались сделали так что у нас здесь от моя страничка здравствуйте остатка стрим же без 12 ты только это я не делал 12 это один о чем такое это длинный подождите может быть я сохранил на компьютер а он его переименовал а все понял когда загружал видео может он так переименовал ну и пусть будет 12 господи жалко что ли все равно по очередности вк надо параллельно развивать я просто в youtube гружу но вк тоже надо все-таки наш соцсеть так переходим в администрированную группу для компании и начинаем туда размещать документы так лайкосы обязательно ставим даже мы сами должны ставить лайкосы потому что это очень важно для продвижения страниц немного просмотров но вчера у меня появился кое-какой чувачок максимка я не знаю что-то и пропал куда-то странный человек я думаю может какой-то мошенник посмотрел москва вроде молодой чё ты думал как он продвижение не знаю вчера что-то он мне сделал неправильно каким-то роботом подключил и вот один из но у меня есть вот свой еще блог профессиональный да и там статьи с очень известного ресурса вам пьеса эту туда ссылкой все виду и вот что там сделал там всего там 15 лайкосиков каких-то людей причем я их не знаю и собственно 2002 и 7000 просмотров да у нас закидывать я не знаю на ну вряд ли в таргетинг посты закидывает чего у него какой инструмент непонятно накрутка какая-то внутри вконтакте накрутка вряд ли может быть через каких-то других блогеров там отправляет что-то она не знаю в известной группы просто кидает перепост там за 100 рублей или не за 100 рублей потому что он сказал 500 рублей месяц но это что-то вообще дешево но это не то что дешево это гипер 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 дешево это вообще не цена вот накрутка тоже не хотелось бы заниматься конечно меня не люблю это дело некрасиво это делать я вижу многих блогеров у них накрутка стопроцентная контент вообще ни о чем так что по руку надо жена жена мне это стоит так сидишь к скултышкой блин я уже забываюсь и просто сижу мне так удобно сижу пальцы так свернул зажил свернул руку положил мышцы расслабил короче и все сижу ты кайфу иногда знаете когда уже залипает так это к микрофончику так раз положил голову спишь ну правда это и не сыпая дальше стимулятора добавлю работать опять же повторюсь что мне говорит что у проблемы со сном нет у меня проблем со сном у меня все замечательно у меня круто все ребята я ложусь и выключаюсь если у кого-то проблем со сном то человек не сильно устал вот я так считаю значит ему надо еще поработать так давайте вот эту штучку и мы еще одну фишку сейчас покажем то что у нас apple apple сейчас последних версиях операционки добавил вот я открываю сертификат смотрите это jpeg это обычное jpeg изображение но с недавнего времени встроили в mac os в систему распознавания jpeg прям вот так на лету прикиньте то есть мне не нужно вообще никакие там раз обознавалищики и так далее то есть вот я могу любой текст который был на картинке а вы сейчас опять мне скажете что да это можно там в pdf тогда это не pdf это jpeg обычная фотография попробуйте у себя на компьютере обычно фотографии так сделать вот ну там на если кто на у кого мак они сразу поймут что о чем я говорю вот и соответственно вот мы можем там скопировать допустим там какой-то текст единственное он тоже не очень ну сами знаете как за и работает распознавалищики они цепляют все подряд значит мы делаем просто тогда кусочками и вставляем куда нам надо но это вообще это очень круто ребят я вам скажу это такая фишка она нужна она нужна и она здесь есть вот вот ну сами знаете да когда пользовались этим всеми распознавалищикам пока загонишь туда пока распознаешь пока тебя вот перенесешь там есть онлайн распознавалищики но вот это это просто вообще чума то есть я могу собственно работать с любым текстом на любом изображении где он есть то есть это я так понимаю что какая-то часть наверно нейросетей подключена что ли или уже встроена в mac os вот тем более у меня последняя версия вот смотрите чип м1 так ventura 1321 последнее все обновление это вот и все то есть мы имеем здесь список какой-то номерованный маркированный я не понимаю здесь что-то там с тележки моделей тележки модели вот здесь тут косячечки есть раз мы так делаем ты не готова вроде все продукции изготовлены в соответствии с техническими условиями но тут тут конечно перенес этот пробел поставим проверим на всех случаев так серийный выпуск может монтажное устройство тут этот этот продукт ну все нормально так мы сейчас это все скопируем вот здесь вот правда он здесь плохо скопируется скопируется плохо потому что я знаю что вот эта штука не вставит ну ничего страшно ссылку нам эту над убрать она не отсюда на тут отсюда вот и можем ссылку поставить на сайт потому что у нас на сайте ну любая внешняя ссылка на сайт она собственно продвигает сайт поэтому мы берем с вами открываем значит сайт компании из спи и ищем этот сертификат у нас документы патенты сертификаты и здесь вот среди этого надо его найти у нас допустим мы не знаем до продукцию компании я то со временем уже поизучал уже знаю более-менее монтажное устройство скорее всего мы вот так найдем через control-f монтажное устройство и вот они для волос и так далее 401 сертификат должен быть так да номер 401 это он здесь что у нас вот монтажное устройство для вл волос документ и нам нужна ссылка на страницу она здесь почему-то не выводится ведет на сертификаты соответствия нам надо бы эту страничку продвинуть хотя я наверно сделаю следующим образом seo будем прокачивать наверное на корень страница на вот эту сертификаты соответствия потому что когда вот этот вот этот документ выйдет из потребления мы его либо будем заменять тут же чтобы не менять ссылку а скорее всего на косячку ну и или я или где-то забудем и скажет да ну нафиг давай новую страничку и создадим новую страничку поэтому этой страничке уже не будет зачем тогда ее вечную ссылку делать в соцсети тогда мы ее ну просто удалим ну это впустую будет поэтому для того чтобы сделать хорошее seo для страницы мы что мы делаем закрываем мы соответственно берем ссылку корня корня странички что просто на сертификаты люди перешли и там глазками поискали что нужно вот не уверен вообще что по этой ссылке будут люди ходить так как вставить ссылку вк знаете как просто да на любую строку переходите вставляете ссылку она обрабатывается добавляется внизу поста внизу вот сертификаты соответствия там давать вот картиночку так и вот чтобы ты тоже . не болталась мы ее тогда здесь хрясть удаляем вот и собственно можем публиковать все пост у нас готов опубликован и косик так что у нас здесь work out типа чувак и you haven't you haven't moved in while то есть пора бы подвигаться братан так все пост готов пост размещен лайк проставлен переходим к другой соцсети как я вам говорил мне только что прилетел сообщение с поздравлением с днем рождения новое я думаю сегодня у кого не будет так стоп хотя нет не на сегодня сообщение сейчас секунду на все людей на 16 воскресенье да это ну мы потом подготовим заранее сделаем нам выходные надо поработать в дворе очень много так дальше дальше страничку тоже закрываем принципе у нас все накопировано да кстати я вам говорил в предыдущей серии что на через команд и открывается ну специальная программка которая опять же установлена только на мак она работает это расширенный расширенный клейборд как это с английского то забыл блин я русский иногда сбывай иногда английский не знаю это вот дилемма блин короче расширенный этот 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 какого блин ну подскажите пожалуйста так звонок мне не нужно сейчас хотя нет пауза пауза сказал и продолжаем звонят различные роботы с одной стороны это век технологии хорошо конечно но меня так это раздражает потому что мой номер везде во всех социальных сетях в различных пабликах в различных маркетинговых промо материалах везде короче и вот блин одолевают они парсят по ходу в интернете какие-то ну все это собирают базу потом чистят и так далее потом идут я знаете обзвонщики которые знаете поднимаете трубка и туда говорить алло а там тишина на не просто там 35 секунд и сбрасывают то есть это обзвонщики которые фиксируют что на другой стороне провода человек живой что этот номер абонента что это не какая-то там потому что сейчас еще жестите айпи телефоне и соответственно эти обзвонщики они проверяют актуальность базы ну вы знаете как это до стоимости каждого те обзвоны робота телефонов там это деньги соответственно экономии деньги они актуализируют базу предоставляет ее клиентам на и начинают долбить просто и вообще нещадно допустим там есть компании которые на этом зарабатывают мы предлагаем своего говорящего робота для того чтобы раздражать людей своими звонками будете их пораньше развлекать и говорить всякую нести фигню там типа не хотите ли в театр меня зовут андрюша ну короче вот это все не знаю я как-то вообще скептически отношусь к звонкам я не люблю звонки ну честно сказать не знаю может из мои интроверсии где с другой стороны да конечно наверное через телефон проще все решить но некоторые вопросы все-таки решить лучше не через телефон сейчас век соцсетей мессенджеров и так далее и через я люблю подавать четкую точную изысканную информацию когда я сформировал какой-то вопрос там ну как говорится как чертеж да вот мне нужно там прямоугольная форма чего-то там с размерами такими такими то вот и все короче я это все структурировал допустим скринкаст сделал или какой-то фотографии там чего-то и отправил человек человек посмотрел ну с каким-то месседжем допустим там голосовым или там текстовым он посмотрел понял задачу и соответственно мы с ним дальше обсуждаем уже стоимость работы так далее там подобно да тогда можно уже звонится вот это все там сделать то вот это а это вот это такое ощущение что ну вот допустим когда мне за кадр заказчик какой-то звонит и начинает все рассказывать я говорю стоп-стоп-стоп давайте все зафиксируем где-то на бумаге потому что я сейчас не буду запоминать я не хочу грузить свой мозг кучи кучи какой-то информации которая все равно не запомнится либо я сейчас это что-то пропущу важное сделаю не так а потом выяснится что я накосячил там и так далее там подобное и не люблю косячить вот и представляете там это один потом это 10 100 клиентов и там со всех все звонят а кроме этого еще другая поступающая информация кроме этого вам надо жить это мозг ваш разорвется сделайте так чтобы он был свободен что вы получали каждый день удовольствие от жизни как разгрузите его лишней информации она не нужна все что можно написать на бумаге или где-то еще и это нужно сделать все моменты которые не нужно держать в голове не держите вам нужно держать в голове что так я сегодня обедал вообще или не обедал там да и вот такие обычно существенные вещи ну небольшую информацию и все не нужно загружать себя там поэтому не отдыхаем за ночь мозг не перевариваться только информации мозг не успевает отдыхать и мы стоим уставшие вот как то так давайте дальше работать открываем дзен студию и соответственно ну сюда просто вообще постить да здесь когда статья и потом покажу как статьи тоже оформлять но здесь просто сейчас пост потому что сертификат завтра будем статью делать завтра будем видео размещать модель так далее там подобное то же самое что мы сделаем только уже более сложные вещи так но знакомые инструменты что она здесь мы цепляем фотографию фотку суда наверно тоже можно это обычно джипешку сюда мы соответственно ссылка у нас что-то не получается либо одно либо другое здесь в этой сети у меня яндекс дзен я вообще не понимаю для чего он нужен попробую кстати туда тоже грузонуть свои ролики будет вообще кто смотреть яндекс дзен чисто знаете ради того чтобы контент не потерялся и был везде а то сейчас youtube закроют и у меня жалко будет проделанную работу которую просто пропадет так вот я как говорил здесь у них еще микро разметка плохо работает если вставлять из вконтакте просто напрямую с поста не из статейки статейка у них хорошо сделано у них микро разметка одинаковая она там если я не ошибаюсь на вики разметки все сделано так вот вставляем этот чисто ганчиком так да все здесь принципе ток сделан что там все они только подписчики и опубликовать публиковать он сейчас по моему что-то грузит копирует они эту ролик скопировался вставлять ролик грузил 12 почти 13 гигабайт а с ютюбу я у слил сейчас уже обработаны весь до ютюбом там вчерашний ролик короче всего 1 и 9 вообще красава ну это на полтора часа видосик соответственно ну может быть я то качество у меня качество было там хоть и 1900 на 1080 full hd но битрейт стоял 18 с чем-то тысяч короче там ну бешеный битрейт я думаю что youtube такой битрейт не тянет вот я думаю там где-то около там пятерочки шестерочки иначе бы видео не качалась но она хорошо у них оптимизирована то есть картинка достаточно хорошая ну в принципе эти видео хватит такого качества я оригинала не храню сейчас будут тоже чистить все это они место жрут это вот эти все люди которые хранят 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 я раньше хранил очень все это много сейчас понимаю что это на какие-то старые видео из жизни они очень важны потому что ты вот их пересматриваешь там старые старые такие значит и типа там с ребенком где-то играл куда-то сходил там что-то делал короче смотришь на себя такой блин круто вообще вот иногда все-таки то надо там поэтому какие-то вещи надо хранить все равно но вот лучше конечно залить на ютюбу на всякие вот эти сервисы я думаю что там-то они лучше похороняться параллельно так для копия так включаем vpn переходим значит мы в инсту открываем страничку в инсте там вот опять 11 лайков открываем профиль смотрим у нас последняя такая и соответственно мы сюда закидываем создать и закидан вот этот квадратную картинку с лейблом далее здесь мы пресеты никакие не делаем и сюда просто вставляем ну единственное сюда вставляем сейчас сначала вот этот текст нам нужна шапка текста а стоп где он есть то стоп 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 дать вот этот текст а вот а вот это вот все то ниже мы заменяем на закладочку для инсты потому что здесь такая более полная информация в плане от этого хэштегирования ну и пишем там вместо геолокации компании там вот так все поделиться сейчас он разместит но задний фон будет черный да я тут чуть-чуть прогадался нам это не надо тогда тогда мы этот пост удаляем но предварительно сейчас скопирую все это дело чтобы на 10 раз не совмещать копировать этот удаляем удаляем и создаем новый но вот эту картинку которая в пинге мы открываем и делаем файл экспортировать и делаем ее jpeg лучшее качество загрузки сохранить то есть мы переводим просто файл jpeg чтобы у нас альфа канал задние дают этот вот прозрачный фон он убрался не стала обычная фотография на белом фоне все мы сюда грузим вставляем текст который у нас был делаем я вам так просто сам долго рассказываю а на самом деле я же быстро все это дело там минут и не буду говорить сколько меня заказчик потом видит ролик убьет скажет ты чё блин еще офигел что ли не иногда долго вожусь потому что ну-то по настроению знаете там картиночка поправить хочется там он бывает на странице ну короче не очень поэтому хлоп хлоп вроде так уже и так нормально все и куда же вылизывать больше делаю быстро там 5 все или побежал по своим делам ну либо по своим делам либо задач уже другие есть которые реально более серьезнее чем тут сидеть глупаться под мелочами так то нас зависла страница не знаете разместилась она но почему-то вот открывается все открыли посмотрели пост есть лайкосик поставили не забываем кстати под моим видео тоже ставьте лайки не забывайте или просто хотя бы подпишитесь подпишитесь чтобы вот эти оповещения ну если интересно конечно если интересно просто перелистийте дальше короче скажите там более интересные есть ролики там где поражать можно там еще что-то вот а я тогда буду уже вещать для людей которым что-то интересно так вот какая-то полиночка здесь еще подписаны на этого пользователя так если сейчас открою она откроет полина макаркина а кто это у нас к это молодая девочка дизайнер тоже там так это у нас промо какой-то на лайкан и вообще лайков что ли нету не понял так бывает он же тоже показывать ярлык вот опять не показывает это глюк наверно да давайте обновим еще раз нет не понял ну здесь же вот есть вот а здесь нету ну давайте вот допустим откроем этот чё тут да ни одного ничего не показывает ну поставим лайк полина марин марианкина кто это а что-то не такой не знаю не 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 у них она работает я такую не поздравлял а может быть у нас просто профессионально это блок я не знаю стилизую витрин это скорее всего просто какой-то человечек ладно я не буду подписываться если там уже решат что надо подписаться они в ответку подпишутся вот ну мы в основном подписываемся вот на такие там компании которые строительные какие-то чем-то занимаются серьезным в плане этом работы бизнеса или на своих закрыл закрыл вот или на своих которые там в компании чуть сегодня глючит этот ладно короче бог с ним выключаем его за нам тоже не нужен и мы просто открываем сафари у нас здесь есть телетайп мы тоже его используем для размещения статьи в телеграм телеграм-канал давайте вот здесь вот я замещу он считывает очень хорошо и даже эти оставлю хэштеги на заголовок тогда вот просто тогда лучше заголовок перенести вот этот вот и control x действия внизу пусть будет и и берем картинку первую которую у нас оригинал уменьшаем ее по ширине ширина колонки всем вот так вот будет у нас документ так вот здесь мне нравится это по моему что-то как-то вот так даже до переносами так и номер неправильно да у нас везде теперь так неправильно ну да на это не страшно же в принципе так 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 все это есть замечательно не удалось загрузить файл на сервер попробуйте еще раз уай то что 4 мегабайт не нравится блин ну сарямба давай еще разочек ну вот грузит так что мне то есть утром проблемы какие-то загрузкой надо просто водички попить тогда мурашки бегут классная вещь когда в литр уже допиваешь этот мундрам мозг работать четко все загрузил получается ну давай также по ширине колонки так и ну все наверно да все сохранился сохранить сработала теперь делаем пост 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 то не будем здесь ничего писать вот здесь вот категорию закреп цвет закрепа опубликовать сейчас короче у меня подсоединен робот робот захватывает telegram бот захватывает эту статью через телетайп и сейчас мы там отредактируем но посмотрим короче просто а здесь у нас в блоге разместилась закрепленная статья все но и и кстати можем еще лыкануть банк то никто не смотрит но все равно я не для того чтобы тот смотрел для того чтобы все уработала ссылочки были там туда-сюда и сайт на самом деле очень хорошо так продвинулся я то и смотрю метрики с трафик растет соответственно результат есть вот результат есть так это не надо уже и просто теперь в телеге открываем так это тут всякие вот и мои там переписчики и люди так значит тут telegram бот мне прислал сообщение вот мы этот пост можем посмотреть открываем здесь вот такого просмотрели все и размещаем в группу теле группу есть сп каталог который привязан еще и чисто спать чат ну чат короче там где можно чуть типа обсуждать вот все нормально опубликовать статья канал улетела в канале можно теперь вот здесь поставить лайк и соответственно люди будут уже сами ставить свои лайки или сердечки и что там еще но если из интересует почитать они могут перейти как в теле тайп блок так и здесь посмотреть через кнопочку так открыли и смотреть но это на компьютере но на телефоне не мог сделать то же самое вот вот чем удобно то есть разместить красивую оформить хорошую статью и читать они просто тип сообщением вот поэтому вот в чате можно здесь еще обсуждать то есть дополнительно писать комментарии и так далее там подобное но у нас компании не общительные особо люди поэтому люди не знают вопросы не обсуждают там ну как бы я опять же говорю у людей круг интересов очень узкий все вот это вот прийти домой с работы понуром прожил целый день не уставший надо купить бутылочку пивка и посмотреть новости новости о том как все плохо или там что мы сделали когда хорошо станет вам там короче блин люди засорить себя в голову дальше сходить я например не хочу поглощать энергию оттуда с ящика или там откуда-то еще вообще негатив он не очень хорошо ложится на сердце когда ты когда ты хочешь жить удовольствие и вот как говорится быть счастливым человеком до будешь хочешь быть счастливым не поднимая негативом какой же вести через живи сегодняшним днем счастливы и так далее вот вчера был другой день сегодня другой день сегодня уже у тебя должно быть другое направление там у тебя какие-то планы что-то какие-то движух какая-то так вот сертификат за ответствием и разместили соответственно я задачники все это отмечаю через команд здесь я ставлю лейбл нас стоит приорит и стал синий что это у меня готова задача и комплект все ну как бы все вот у меня даже помощник справится задачи назад и перенесены 34 задачи сегодня по task manager закрыты кстати вот я вам говорю про задачник как игра ну вот смотрите сейчас я увеличу да побольше вот здесь вот есть такая штучка называется open продукты и когда вы открываете тут есть кстати вы можете на русский перевести в этой программе есть русский кстати она работает на любом устройстве любого браузера и русский язык там тоже есть не знаю я просто привык на английском все программы мне как-то больше нравится на оригинале так здесь у нас есть daily weekly и karma то есть daily показывается на сколько вы там какие дни задачи закрываете и соответственно weekly то есть в неделю до сколько задач у меня сейчас продуктивность немножечко упала раньше было там очень много по 1000 задач закрывал и karma goals and settings это она настройки вот здесь заходим в карму и и смотрим я играем массу я набрал тридцать одну тысячу двести пять очков уже в этой игре получается игра сама с собой задача закрывающая ну это круто все равно и вот здесь то есть мне до следующего уровня осталось восемнадцать тысяч девять семьсот девяносто пять но поверьте столько задач это очень много закрыть я вам честно скажу в первый год я закрыл только две с половиной тысячи я уже третий год даже ну или два года короче вот смотрите с первый год я был но новость новаясь типа вот интермейд это уже что-то средненькое там профессионал эксперт мастер гран сейчас гранд мастер а дальше уже просто нереальный уровень короче ты когда 50 тысяч будет задать закрытых но это единицы людей до этого дойдут и я клянусь то ну может быть за несколько лет наверное хотя были ну представляете сколько задач на закрывать и вот смотрите вот короче тут вот сколько задач как раз закрыл там раз 13 баллов ставят опять же что нельзя просрочить задачу надолго иначе там какие-то не очень маленький мало баллов дают там выйти когда-то повышенный балл то есть то есть написано где-то голос вы ищет то есть сразу раз пять задач закрыл тебе бонус дают 6 за добавленные задачи вода и на короче вот в течение там есть такая статистика в общем играйте сами с собой решайте вопросы какие-то просто у вас мысли какая-то возникла блин черканить еще сложного то плюсик нажал написал задачу всего потом поднимите мысли свою скажете блин вокус давай все сейчас как раз время просто не обязательно вам там как у меня структурировать огромные там список задачников вот эти мои задачи с клиентами вот все вот эти вещи они конечно занимают времени планирования вот это все структурирование есть более сложной системы типа серым систем там вообще работают там там менеджмент вообще на высшем уровне но не все могут пользоваться сложными зачем усложнять если можно упрощать да то есть создали простой инструмент и собственно в этом инструменте уже работаете для себя просто понимаете ну я все начал с того что ли писал на листочках кучу листочков бумажек у меня было все у меня тетради нет у меня тетрадь я носил с собой там открывал заставку пишу там на сегодня план так сделать то сделать то сделать то и начинаешь вспоминать сделать то потом так а вчера стали задач на переписывать ночь неудобно ну долго очень писала несколько лет писала потом понял что надо все это автоматизировать структурировать и вот искал такой инструмент и потом когда только я нашел я понял блин насколько это круто я заношу задачу и потом я не забуду я не буду переносить там что-то вот да я просто дату поменял и все господи у меня от вот этот список есть я у раз рассортировал под подзад ну как это по проектам если категория там и так далее все это у меня в телефоне я вот просто беру у меня в телефоне вот грубо говоря там открываю сейчас разблокируется вот открываю слистываю там на task manager задач никогда и тут уже есть задачник этот висит я вижу что последнее сделать там плюсик нажал в быстренько внес все то есть или открыл просто программу загрузил здесь вот ее я вижу уже today вот потом могу в инбоксе зайти куда хочу там до плюсик всегда висит внизу там на задачу или можно настроить там допустим если вас apple siri чтобы она задачу занесла сама голосом да там продиктовать это очень работает ну я до голосом без диктовый вот допустим просто нажал задачу он сразу открывает task manager ну вот в задачи я не пишу клавиатура на ходу не очень удобно писать согласен то есть пока там напечатаете но кто-то любит печатать я вот нажимаю допустим микрофон внизу у меня есть внизу клавиатура есть микрофон я пишу там записать новую задачу все он мне ввел текст так и нет ну то что я сейчас диктую вам в основном туда вносит вот пока я там не нажму еще кнопочка один раз вот и все текст внесен я просто нажимаю вот это отправить задачу все она у меня там в списке вообще это быстро есть аналогичный конечно программы с голосовым задачником да то же самое кнопку нажимаешь голосом диктовал отправил ну там не задачник там просто transcriber а здесь сейчас это transcriber встроен прямо вот в клавиатуру яндекс то есть установил клавиатуру яндекс тебя transcriber бах-бах все на ходу быстренько тюк 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 она мысли свое и все вот соответственно не это не нужно я пишу диска и все вот это вот работа по оптимизации она вам пригодится во всем чтобы вы не делали люди задают вопрос как быть успешным успешный человек это тот который планирует свои задачи дела на целый день как быть там как стать богатым элементарно надо зарабатывать деньги то есть это нужно там по копеечке складывать да то есть ну складывать надо что-то то что ты должен где-то работать складывать так далее то есть ну с учетом того что еще закрывать свои потребности в жизни то есть если ты будешь закрывать потребности в жизни если у тебя остаются какие-то деньги да есть ты есть финансовое планирование грамотность до финансовая грамотность ты начинаешь со своего заработка откладывать какую-то небольшую денежку да там копить ее вот соответственно если ты умеешь грубо говоря отложить какую-то деньги на покупку чего-то ну не не ништяков которые для кайфа что-то полезное для того чтобы дальше развиваться в своем деле чем-то занимаешься да например на какой-то курс для получить образование ты вот думаешь блин вот я знаю где этому обучиться но у меня пока нет денег да что делать два варианта первое это берут кредит уходит в кредит соответственно там им нужно чем-то платить ну чаще всего в стране все так живут сейчас у нас там все в кредитах все в долгах в шелках потом говорят я не могу с работы с этой уйти потому что меня там нечем быть кредит платить там это все но так не надо поступать кредит ты берешь под что-то если ты зарабатываешь уже деньги и знаешь что у тебя этот достаток будет там длительное время то ты можешь ради инвестирования во что-то более полезное взять кредит приобретая эту вещь ты не откладываешь на потом процесс а сейчас да и ты начинаешь это этот инструмент использовать в своей работе соответственно тебя чек-ап у тебя увеличивается количество денег ты закрываешь быстро этот кредит и у тебя уже не кредит это инвестиция вот кстати как вариант я могу на своем основном канале сделать небольшой видеоролик по грамотному планированию финансовых средств по инвестированию я не говорю про то что я какой-то гуру я не гуру я просто научился понимать те вещи которые в принципе на поверхности и в данный момент у нас многие люди заблуждаются потому что работает маркетинг работают профессионалы которые вам показывают что не не чувак чем-то копить бери сейчас потом у тебя же ты же хочешь новый телефон у тебя тот уже старый стал прошлый год его покупал что звонить перестал мне там камеры не работает на которой вы даже не делаете эти съемки супер профессиональные в таком количестве он просто вы знаете что у меня есть телефон теперь я могу там показать своей подруге которую не нет такой телефон там на или другу допустим да у меня там тачка на прокачку короче это все такие философские мысли но честно скажу финансовая грамотность она позволяет вам стать богатым она не позволяет вам расточать средства на ненужные в этой жизни вещи которые вы делаете покупку эмоционально не рационально а эмоционально следовательно этом надо научиться чтобы этому научиться нужно прослушать мой курс новый который скоро выйдет шучу это будет все бесплатно если у вас есть желание послушать эту информацию пишите в комментариях оставляйте свои отзывы ну как отзывы вопросы пишите вопросы вообще о чем вам поснимать какие-то вещи и что вы хотите услышать вот все будет абсолютно бесплатно на моих каналах не будет никаких вот этих платных семинаров обучающих роликов там так далее вот все за деньги все будет бесплатно если вы хотите получать знания какие-то да мой опыт личный который я накопил пожалуйста смотрите оставляйте комментарии задавайте вопросы и я буду снимать новые ролики это будет собственно мотивировать меня хотя бы делать эти вещи но не просто мотивировать я буду знать что это интересно людям давайте снимать то же время это тоже на самом деле такой инструмент если я буду снимать никому это не интересно будет ну смысл тогда эта информация правильно вот если вы заинтересованы в этом я с удовольствием это сделаю бесплатно все хорошего дня я поехал закрывать задачи свои потихонечку движемся вперед чистого четверга